Акценты 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 Драка в парламенте, которая была спровоцирована, понятно, и акция на нее, которая совершенно неадекватна, потому что хулиганство на улице, по сути, это минимум 15 суток для обычного человека. А для депутата драка с применением силы, стульев, крушение всего и всего, ничем не заканчивается. То есть глупость полная. Но на самом деле, мне кажется, что люди-то сейчас понимают, во что они вляпались, и если они будут думать и рассчитывать на свои силы исключительно, во-первых, и не забывать плохого, то все будет нормально. Это будет одно событие. Это будет вырубка парка Горького, потому что она была возмутительна, она была ужасна, она уничтожала мою среду обитания, но при этом это было место, где я впервые за очень много лет столкнулась с таким количеством изумительных людей, совершенно разного возраста, совершенно разного происхождения. И вот это было потрясающе. В этом году я окончательно сформулировала для себя, что происходит вообще, вот с моей точки зрения, в принципе, в нашем обществе. Это мне очень запомнилось, потому что то, что происходит во всех областях, это такое окончательное опопсовение жизни во всех ее проявлениях, начиная от одежды, пищи, вкусов, кончая властями. Если, зайдя в магазин, невозможно найти чего-то не блестящего, не пушистого, ну и хорошего качества, то давайте посмотрим. Даже не вдаваясь в оценки, я всех их не люблю, но тернос по отношению к Кушнареву, это явная попса, это примерно как радиошансон по отношению к советской эстраде. Мы ее тоже не любили, она была профессиональной. В уходящем запомнились, конечно, выборы. Президентом страны стал Кучма номер два. Не знаю, чем это. Закончатся всякие мелочи, вроде драк, в Верховной Раде совсем не колышут, это их дурацкие проблемы. А вот драка в Москве, вот это запомнилось сильно. По-моему, там все еще не закончилось. Если все завершится в этом году, и тут, и там, будет хорошо. Все равно все вокруг выборов, хотя не хотелось бы, ну что ж мы такие все заполитизированы к чертям. Но, тем не менее, тоже запомнились. Выборы запомнился неожиданно, лично для меня, например, очень неожиданный результат Авакова как оппозиционера. Это было странно, но это было, вот это было обнадеживающе. И не потому, что он Аваков, а просто потому, что оппозиция здесь, в нашей стране, в нашем городе может получить реальный результат. Та самая альтернатива, о которой он говорил. Ладно, пусть не сработало. Посмотрим в следующий раз. Мне приятно удивило, какие-то странные штучки сети менеджера. Ну, вроде бы мы и делаем что-то, да, внешне есть фиговина. Но вот я теперь вынужден думать, что лавочки в метро, которые стоят 1,63 тысячи, да, и кидать назад взгляд, и думать, блин, не вот эти ли деньги пошли на лавочки во дворах, на которые народ так сильно клюнул, да, и одна лавка по документам, которая 163 тысячи, я думаю, что там 10 лавок. Из них 9 он использовал в свою пользу, расставляя их по дворам. И таким образом блестящий сети менеджер вышел из положения, понимаете? Красиво? Черт, думаю, меня опять обвели. Но ведь удалось. Черт, и что с Горлетотрансом, да и не только с Электротрансом, они сделали непонятность с маршрутками. Это тоже запомнилось в уходящие дни, потому что дочка, то школа не попадет, то и школа не возвращается. Ну, да блин, что такое? А маршрутки поменяли. Маршрутчики тоже не понимают. А кто-нибудь тогда понимает вообще в этом городе, что они сделали и зачем? Тоже пока непонятно. Но хотелось бы, чтобы это хотя бы прояснили. С дорогами. Ну, помню все их планы наполеоновские. 400 миллионов мы хотим взять, там транш, бла-бла, кредит. Фиг вам! Нету. С третьей стороны вижу же дороги, где-то какие-то что-то такое появляются. Нельзя не отметить, дороги есть. Надолго ли? Весна покажет, кто где, какие дороги делал. Вот. Так особо больше в городе. Не нравится то, что прошла власть вся целиком одна. Вот не нравится. И мне пофиг, если бы это были там бютовцы. Да без разницы. Мэр города был бы бютовцем. И губернатор я бы вздрогнул так же, как я сейчас вздрогаю. Мне не нравится, когда у меня один милиционер с одинаковыми погонами со всех сторон. Не хочу. Ну, так на всякий случай. Когда у них власти и оппозиции, они друг на друга внимание обращают. А так все, внимание на меня. Нафиг оно мне надо. Так, видимо, по всей стране. И опять, не могу пока. Все говорят, 10 месяцев рано, пока еще мало. Да, я тоже готов дать пока еще кредиты. Но я вижу, что они назначают не профессионалов, а дегенератов, просто потому, что они свои, преданные. Вот и все. Наверное, любая власть так делает. Наверное. Наверное. Но мне все равно это не нравится. Я не... И они... Доделали любых друзей, не помним, что ли. И у меня протезы к тем не чуть не меньше, чем к этим. Ну, просто хорош уже, играются, сколько можно. Страна одна, ну, сдохнет, в конце концов, развалится. Нет, так съедят, ну, ну, хватит уже. Ну, опять, кому жалуемся, сами себе. Мы и выбрали. Какие проблемы. Вспомним историю с дорогой. Вспомним историю с Троганом и так далее, и так далее, и так далее. То есть, то, что наблюдалось. Столько людей, которые приходили бы и жаловались на власть, на бездействие правоохранителей, на пытки в милиции. Такого количества жалоб, такого количества ярких иллюстраций этого я не видела уже очень давно. И, к сожалению, отличительной такой чертой этого года было то, что зачастую контролирующие органы, власть придержащие, не хотели на это реагировать. Даже не то, чтобы не хотели на это реагировать, а говорили на черное и белое, на белое и черное. Этого ничего не происходит. Вот это из работы, это из негативного такого впечатления. Уже фактически в прошедшем годе. Ну, а так, запомнилась очень теплым летом, запомнилась тем, что рано наступила зима, я уже успела покататься на лыжах, чего очень люблю. Запомнилась путешествиями по Ворскле и по Крыму. Продолжение следует...